здравствуйте сегодня мой собеседник андрей геннадьевич жиляев доктор медицинских наук профессор и президент академии который называется так академия медико-технических наук и объединяет эта академия не только собственно говоря медработников но и технических специалистов специалистов области образования и не только почему такой набор специалистов вы объединили и какие главные цели академии но прежде всего скажу что этот проект начался уже достаточно далеком 93 году и сейчас я уже получил его собственно говоря в связи с тем что увы но нас оставил основатель этого проекта борис иван шлионов многим известный много сделавший на специалист в области именно медицинских технологий и когда мы начали сейчас смотреть то выяснили что межд дисциплинарный подход это то чего не хватает сейчас в во многих областях знания в том числе и в медицине и в образовании и в прочих социальных науках которые могли бы гораздо эффективнее оказывать помощь и обеспечивать наше население нежели сейчас сегодня когда ты приходишь в традиционную медицину да то тебе лечат конкретный орган есть другой подход когда тебя смотрят вот как-то как некое цельное существо и понимают что если у тебя болит в голове то не всегда надо лечить голову можно начинать лечить пятку потому что причина заболевания там вот эта тема она сейчас как-то продвигается в рамках академических ваших кругов или такой подход все-таки остается еще не признанным вы знаете как я и сказал межд дисциплинарный подход сейчас это перспектива признаны во всем мировом профессиональном сообществе но могу сказать что россия здесь опирается на опыт отечественной медицины очень давно еще со времен античности был общепризнанный принцип лечить не болезнь а больного подзабыть к сожалению сейчас погнавшись за дутыми авторитетами под маской иногда доказательный как бы медицины чуть тоже готовы того коснуться если нужно будет то мы за 30 лет чуть-чуть подрастеряли тот багаж которым отличались изначально то есть мы во многих случаях оказались в келеваторе гораздо менее интересных и эффективных течений могу привести простой пример есть известны многим болезнь к сожалению язвенной болезнь желудка 12 перстной кишки так иван петрович павлов когда-то очень давно построил на этой болезни модель рефлекторного то есть стрессового по сути зарождение этой болезни развитием то есть от нервов причем это было очень убедительно доказано и кстати он за это получил нобелевскую премию в том числе но сейчас для 20 назад всплыл альтернативный тезис что инфекционное происхождение язвенной болезни связано с бактерией хеликобактер пилорицы и таким образом это стало инфекционным заболеванием дескать победе вот этот микроб и болезнь уйдет когда я в америке читал лекции я задал вопрос скажите пожалуйста а вот иван петрович павлов что не знал о том почему он эту модель не взял на самом деле он не брал инфекционную и в полуфинале простите она у него ушла в тень на фоне да и мы это все забыли и вот сейчас когда начинаешь задавать вопрос а каким образом при стрессе формируется язва выясняется что работы более чем вековой давности они просто забыты вообще подходы англосаксонские американские частности они не отличаются глубиной они навязывают нам ситуационное мышление и это шаг назад то есть наша медицина свое время до штата гораздо более серьезных обобщений и вот на менее выгодных для фарма и вот но в данной ситуации мы никогда не умели продавать вот могу сказать что опять же достаточно часто работая в проектах живя в реальной жизни мы можем усилить с этим сталкиваться нас учили всему как лечить как вылечить быстрее как вылечить эффективнее но привлекать клиентов их очаровывать и продавать ни одного врача советского не очень не умеют слава богу и наши не умеют может быть это и плюс и вот наша задача сейчас попытаться наладить взаимодействие между теми кто создает и теми кто внедряет эти механики вот и одна из задач академии мне кажется что сейчас все пациенты хотят ту самую волшебную таблетку потому что так стереотипно да уже у нас все в сознании загружена но никто не хочет взять на себя ответственности на мой взгляд за свое здоровье совершенно забыто какие-то элементарные там меры профилактики здоровый образ жизни и прочее прочее пациентов тоже надо как-то правильно настраивать что он тоже ответственен за свое здоровье вы знаете на самом деле мне кажется вот сейчас эта проблема чуть гиперболизирована и опять-таки с позиции коммерции так если человек берется за свое здоровье то соответственно он меньше приносит денег врачам и другим специалистам фармакологом то есть на нем меньше можно заработать потому что методики оздоровления поддержания здоровья они как правило не сопряжены серьезными финансовыми вливаниями что прогулка на свежем воздухе на мне регулярные не знаю ванны это к сожалению не выигрыш на в плане коммерции него попадания да поэтому когда в медицину вмешивается коммерция то смещается весь смысл существования медицины и вот в этом случае мы сейчас находимся в очень сложной ситуации чисто идеологически сложной то есть нам надо наконец признать что тот курс который мы выбрали он оказался ущербным давайте приведем примеры последнего времени к вид 20 лет до этого гонобилась уничтожалась ликвидировалась сеть инфекционистов почему был фетиш страховая медицина инфекционные заболевания не могут вложить страховой медицину существует даже как не может быть коммерчески выигрышный например армия в мирное время и когда мы столкнулись с к видом оказались к этому не готовы на куда всех переквалифицировать совершенно верно экспертное сообщество ушло в тень эффективных менеджеров которые не понимают сути вопроса никоим образом находились святой убежденности что знание законов как им кажется экономики позволяет им рулить всеми областями знания и таким образом на самом деле произошло то что произошло нам потребовалось длительное время чтобы наконец устаканить и навести порядок в головах прежде всего причем не только людей определяющих развитие и направление но и простого обывателя то что они растерялись так же как и растерялись большинство врачи которые с этим имели дело они четко изначально расставляли приоритеты но и голос не был услышан он не был коммерчески выигрыш но пока грустная какая-то картинка складывается да нет ничего грустного нет это наше ближайшее прошлое и сейчас на мой взгляд вот как раз ближайшее будущее со всеми вызовами современности которые все мы знаем дает как ни странно возможность отойти от ошибочных воззрений и не просто вернуться а усовершенствовать то что можно было бы сейчас инкорпорировать из прошлого перенести в сегодняшний день и на этом построить будущее собственно говоря это и происходит сейчас правда происходит достаточно миль медленно но по ряду причин потому что фетиш так назовем монетизации он к сожалению очень многое изменяет тормозит тормозит потому что цели исчезают врачу стало важнее по нынешним порядкам оправдаться сразу изначально за выполнение тех или иных протоколов вместо того чтобы вылечить быстрее эффективнее пациента это парадокс на самом деле когда-то слово шаблон не так давно слово шаблон звучало исключительно уничижительно ругательно если тебе говорили на экзамене у тебя шаблонное мышление было плохо все ты провалился фильтшризм были вот такие то есть то что сейчас превозносится как некое достижение технологичного протокола это к медицине не имеет ни малейшего отношения есть те или иные уровни градации принятия решений и вот это самая низшая который по спасути применяется только с индивидуальными дополнениями медицина всегда была как технологии так и творчеством поэтому здесь увы простая передача информации например в режиме онлайн-курсов почему медицина работает плохо об обучающей потому что все что дается дается как развитие компетенции а не формирование если ты уже готов к этой работе если у тебя уже базовые знания да пожалуйста если их нет к сожалению онлайн-программа тебе в полной мере не поможет мы тоже вот в нашей академии сделано несколько продуктов которыми мы можем поделиться с образованием в частности центр школьной адаптации внедренная разработка когда примитивными дешевыми сразу почитанным способами мы можем получить полную информацию о том как себя ребенок чувствует в школе причем на уровне психофизическом не на уровне психологии которая ни на чем зачастую не основана кроме субъективного мнения исследователя у нас есть аппаратные разработки очень простые очень надежные которыми мы можем легко и просто контролировать состояние ребенка и тогда мы сможем заранее выявлять как риск заболеваний так и возможности проявления агрессии например и аутагрессии в частности был например групповой суицид в одной из школ но в которой мы работали год до этого и директор совершенно закономерно сушки а вот вы их смотрели до этого смотрели а можете показать мы показываем они все в красной зоне то есть мы обнаружили но учителя не знает что с этим делать психолог то есть вот это второе то есть мало того что найти феномен надо еще его внедрить точно так же как с родителями сейчас позиции между школой и родителями настолько натянуты я являюсь председателем управляющего совета одного школьного комплекса и вот сейчас как раз мы вот с этим все время сталкиваемся то есть это разрушены все подтексты потому что разрушены статусы то есть статус учителя смотрите не знаю местно об этом говорить или нет сейчас все статусы социальные заменили попытка была заменить одним понятием успешности а успешность подразумевалась только одна количество денег которые ты контролируешь все больше денег ты более успешен у меня нет и менее успешность в этом плане учителя и врачи никогда не попадали в категорию успешности то есть априори они не могут быть лидерами для детей совершенно верно и более того поскольку хуже что для детей для родителей этих детей и поэтому родители невольно зачастую не не по злому умыслу они дискредитируют статусы в глазах детей а дети это потом воспроизводят в школе и мы говорим а почему ученики ученики ругают с учителем могут его даже ударить это же дикость какая-то дикость мы разрушили статусы или к примеру такую острую проблему как наркотизация то есть это тоже может быть очень легко следствием каких-то есть предикторы то есть вот например повышенная утомляемость это универсальный предиктор дезадаптации и выявив ее и исследовав ее мы сразу получаем группу риска то самое о чем мечтают педагоги но при этом мы не опираемся не на тестовые опросы не на какие-то иные факторы которые имеют двойное тройное толкование ну примеру могу сказать вот сейчас некоторое время назад по инициативе возникли в недрах образования стали измерять тревожность школьников каким образом ну вот тестами то есть и получили картину которая у всех вызвал кроме тех кто знал изначально недоумение почему тревожность она не не отрывно связано с образовательным потенциалом то есть ребенок развивается только только потому что он тревожен он любознателен интересуешься но он не спокоен это и лежит в основе развития его выход за зону комфорта как модно говорить психологии сейчас если же мы просто оторваны изучают тревожность то в эту группу тревожных у нас попадают отличники таким образом вот это показатель того о чем мы говорим а вот утомляемость повышенная у нее нет позитивного контекста поэтому взяв ее за критерий мы делим детей на три группы условно говоря это ушло устойчиво адаптация неустойчиво адаптация и без адаптация вот в числе последних ну например как вариант как иллюстрацию как можно выявить риск наркотизации не знаю мы обследуем детей вот именно этими методиками и мы получаем например группу дезадаптация условно говоря шесть человек из 30 в куда например да и мы смотрим у одних детей в этой группе есть хронические заболевания то есть от скорее всего у других есть те или иные причины у конфликты в семье как угодно а у третьих нет ничего а дезадаптация есть вот их прицельно и нужно смотреть таким образом те методики которые за дороговизны и некорректности сейчас никак не могут войти в школьную практику они получают совершенно понятную прописку структуре алгоритм то же самое с одаренными детьми когда-то им как можно помочь нет смотрите проблема когда-то была поставлена департаментом образования это было еще на рубеже двухтысячных годов как определить одаренность детей в конкретной области попытка взять просто победить олимпиады свести какие-то классы одаренных детей потерпела фиаско через год через два эти классы распадались дети заболевали уходили опять таки в какие-то негативные проявления психологические что сделали мы мы внесли понятие цены усилия то есть дети которые хорошо учились в каком предмет пополняли креативные задачи на олимпиад мы их до эти креативные задачи после обследовали примитивным простым способом и смотрели ребенок выполнил креативную задачу и половина из этих детей выполнивших казалось бы победить это был их подвиг максимум да и они после этого усилия не могли два на два умножить столбиком условно говоря то есть они выгорели в кашу если таких детей признать одаренными и взять их среду развивающих они просто выгорят отец а если ребенок вышел лучше чем вошел вот это и есть та область в которой он одарен потенциал и вот такие простые примеры позволили нам собственно говоря по чуть-чуть подверстать тогда принятый перечень критериев но и помогли действительно выявить одаренность той или иной области нас наверняка спросит чего это мы сегодня сидим вот за столом с компьютером и проводами вот как ружье на сцене должно быть что это вообще и собственно говоря об этом нам тоже иметь пожалуйста значит у нас есть в нашем распоряжении набор технических средств то есть так называемые автоматизированные рабочие места которые представляют из себя разработки принятые уже на официальном уровне в качестве средств ориентирующих при оценке здоровья которые мы мы пользуемся для того чтобы оптимизировать подходы к лечению и особенно реабилитации тех детишек которые страдают сложными для нас как медикам медиков заболевания но в частности есть например такое понятие как аутизм тяжелейшее состояние приносящие много горя семье этого ребенка ну естественно лишающего многих радости детства если не большинство самих детей могу вам сказать что сейчас раньше мы были раньше мы были одиноки в этом воззрении сейчас уже нет сейчас иммунологии на нашей стороне то есть почти во всех случаях помимо генетической патологии с которой сейчас вряд ли что-то удастся сделать существует масса звеньев которыми можно помочь этому ребенку например чаще всего у этих детей есть следующее сочетание гипоксия мозга в родах которое приводит к тому что задерживается активация иммунной системы и ребенок после родов такой он должен быть изначально обилитирован то есть сопровождать сопровождаться теми или иными комплексами мероприятий в чем суть иммунная система отстает в этом случае и она активируется через два-три месяца после родов ты представьте ребенок живет по сути без полноценной иммунной защиты несколько месяцев все это время от единственного пассивной защиты является материнское молоко если его тем более нет то тогда возникает следующее ребенок дышит микроорганизмы из воздуха попадают в его организм оседают на слизистых дыхательных путей а иммунная система которая заработает через месяц через два она признает эти микробы изначально существующим то есть она против них не борется и таким образом возникает вот этот дуализм причин и это очень задерживает психическое развитие почему это интоксикация то есть мозг ребенка подвергается хронической токсической атаки плюс последствия гипоксии все вот этот момент лежит в таком количестве случаев задержки психического речевого развития могу сказать думаю эта цифра будет шокирующей мы в предковидный год свое время в школе обследовали в рамках вот центра школьной адаптации более 900 детей и более чем у 700 мы вели вот эту вот комбинацию и когда на нее нажимаешь ты начинаешь адекватно только именно адекватно с ней разбираться то успеваем у детей резко повышается поведение резко изменяется их не надо уже во многих случаях лечить тем набором средств тяжелых даже для взрослого которые снижая их возбудимость например тем не тем не менее снижают и интеллектуальное развитие темпы вот и все то есть таким образом мы можем говорить что большая часть этих проблем она может решаться если применить иной алгоритм оценки что затрудняет на нашу работу лор врачи заглядывая привычно в носоглотку пациента они не видят привычных для них симптомов острой болезни то есть нет гноя нет отека такого нет пока есть малые признаки по знаете гланды рыхлые вот зернистость в горле вот вы знаете лимфатические узлы чуть-чуть увеличены в крайнем случае при более-менее картине это аденоиды так называемые то есть это разрастание лимфоидной ткани и вот это и есть малый признак который говорит о том что токсическая атака уже осуществляется на протяжении долгого времени а врачи не видят ярких признаков потому что иммунная система не срабатывает мы просто забыли что врачи в этом случае как во многих других случаях оценивают не болезнь а реакцию организма на болезнь вот этот методологический казус если его устранить все становится понятно как можно пожалуйста мы это делали у нас достаточно опыт общения со скептически настроенной консервативной аудитории пожалуйста делаем посев с носоглотки и высеиваются те самые микробы которые в конечном итоге определяют уровень интоксикации что вот это все может вот это все да совершенно то есть у нас есть набор средств которые позволяют определить во-первых разные уровни функциональной активности тех или иных систем и как следствие если мы выявили что нарушение есть мы можем их верифицировать вплоть до морфологических субстратов то есть до клеток органов иногда до хромосомных например комбинаций причем все это сверялось с более классическим и таким образом мы по мы сейчас имеем аппарат который достаточно эффективно выявляет то что принято считать скрытыми заболеваниями совершенно не инвазивный абсолютно и более того он совершенно безопасен то есть врага ничего не вводится уровень безопасность такой же как при электро при электрокардиограмме например ну вот опишу как пример один из приборов его историю первый раз этот прибор я увидел девяносто первом году тогда изобрели изобрели еще 1 его первый вариант и когда мы посмотрели то у меня возник рефлекс как у большинства врачей резкое непринятие поскольку как же так я горжусь тем что я сколько лет занимаюсь этим и диагностирую лечу а вот это вот машинка мне за 20 минут выдает результат без всяких в общем-то особых усилий это было очень обидно я написал крайне отрицательный отзыв написал что это мошенничество практически то есть и более того я даже инициировал запрос комиссию по лженауке сам в девяносто восьмом году я столкнулся с фактами после которых мне пришлось ввести в свой лексикон фразу не меняют своих мнений дураки покойники и с тех пор я успел вот находящийся на государственной службе поюстировать эту машиночку в различных вариантах и с тех пор она устойчиво входит в комплекс диагностических средств который помогает нам определять приоритеты ну простой пример ребенок приезжает с головными болями ребенок 6 лет лечится у психиатров долго в него панические атаки то есть масса модных диагнозов выясняется здесь у нас это доклиническая диагностика она не медицинская на психологическое инструмент клинического психолога мы его так позиционировали чтобы избежать тренинг с медициной так вот мы выясняем что неё гайморит это и вероятнее причина здесь но после того как мы это находим проходит анализ медицинской аппаратуры гамда вот на мрт вот в придаточных пак то есть подтверждение это было просто его не оценили и таким образом месяц лечения и шестилетнее мытарство ребенка закончились перед прекратились головные боли по повысилась успеваемость ребенок стал контактным он стал а то есть все мы все выходцы из советского союза по большей части даже молодежь которая приходит их настрой это настрой вполне даже патриотический во всех возможных вариантах но результаты разработок они востребованы не только в россии у нас очень много разработок которые воспроизводятся в мире вот сейчас я только что был видим до конца года еще поеду в те страны которые при принято относить к дружественным и там тоже самое там прекрасно показывают себя наши разработки и мы естественно будем не будем ограничиваться сугубо российскими границами при внедрении а идти в китай во вьетнам то есть в иран в индонезию то есть те страны которые не страдают русофобии хотя бы на официальном уровне это призвано и мы там встречаем очень позитивный собственно говоря отклик у нас есть отделение академии в америке в германии в чехии но по понятным причинам причем с недоумением наши коллеги говорят что к сожалению вот у нас сейчас нет возможности взаимодействовать в то же время активизировались армения активизировались бывшие советские республики таджикистан узбекистан то есть мы таким образом формируем и международный какой-то контекст действий наш и поэтому в интересах россии да конечно это однозначно это приоритет и я думаю что не один человек из участников нашего проекта а их три с половиной тысячи разработчиков и ученых в общей сложности но они не попеняют не за этот тезис и пожалуйста все наши разработки ориентированы на практику и собственно в практике же воплощаются я думаю детали уже в другом разговоре если будет нужно я благодарю вас за сегодняшнюю беседу и надеюсь что мы продолжим ее может быть других аспектах следующий раз большое спасибо за приглашение мы надеемся что наша беседа сможет стать залогом развития нашего дальнейшего взаимодействия